Девушки отдыхают Николай Николаевич Миклуха Маклай Прославленный русский путешественник Выдающийся ученый Классик мировой антропологической и этнографической науки Но и это не все Он был еще и величайшим гуманистом Борцом за равенство всех людей на Земле Общественным деятелем Маклай в Митоке Он хороший человек Он хороший человек Одним из первых Миклуха Маклай выдвинул теорию о равенстве рас Ученый отправился к далеким берегам северо-востока Новой Гвинеи Куда до этого еще не ступала нога белого человека И им двигала благородная цель Доказать, что папуасы являются непромежуточным звеном в эволюции человека Как считали многие полтора века назад А такими же хомо сапиенс, как и европейцы Насколько же надо быть смелым человеком? Во имя чего он это делал? Он говорил, что я делаю это во имя науки и человечества Для актера Юрия Соломина Миклуха Маклай с самого детства было остается настоящим героем Смелость и самоотверженность путешественника Мастерски переданы в фильме о Маклае Который Соломин снимал как режиссер А также сыграл там главную роль Мне очень жаль, что я теряю такого пассажира И вдвойне жаль, что теряю такого соотечественника Похоже, вы хороните меня Да То, что вы совершаете самоубийство Возьмите хоть оружие Нет У меня был уклон на вот этих моряков военных Которые смотрят на уход этого человека Если бы я уходил в лес, туда, в горы, там, это одно Но когда они прощаются, и он поворачивается И они смотрят, и долго смотрят на него Понимая, что он может не вернуться Вот я этим ребятам, актерам Я очень благодарен за это Казалось бы, там играть нечего А он есть, что играть Когда он отправлялся в свое путешествие Одна из просьб у него была Князю великому, князю Константину К тому, чтобы корабль зашел через год Забрать его дневники О том, что он сможет вернуться Даже не было и мысли Миклуха Маклай был убежден Что в этом, совершенно неизведанном месте Ему помогут только лишь понимание и дружелюбие Он запишет в дневнике Моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении Ученому удалось завоевать доверие и уважение папуасов И это дало возможность дни напролет Собирать материал для своих исследований К тому времени в европейских учебниках по антропологии Утверждалось, будто папуасскую расу Отличает пучкообразный характер волосяной растительности на голове Ученый был убежден, что это чепуха Миклуха Маклаю удалось тщательно обследовать голову Короткостриженного девятилетнего мальчика из деревни Бонгу И даже нарисовать ее После ухода гостей Маклай сделал запись Вносившую полную ясность в проблему Так занимавшую ученый мир Волосы растут не группами или пучками Совершенно одинаково, как и у нас Это для многих может быть Кажущееся очень незначительное наблюдение Привело в приятное расположение духа Теории европейских ученых о том, что папуасы Не могут считаться людьми из-за пучкообразного роста волос Были развенчаны окончательно Важность трудов Миклуха Маклая Признавал русский писатель Лев Толстой Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек Везде человек, в общение с которым можно и должно входить Только с добром и истиной, а не с пушками и водкой Миклуха Маклай старался уберечь туземцев От междоусобиц и европейской колонизации В 1885 году от имени папуасов Он опубликовал телеграмму протеста против захвата Германии В восточной части острова Новая Гвинея Сегодня мечта ученого и гуманиста исполнилась Папуа Новая Гвинея – независимое государство А на берегу Маклая до сих пор помнят и используют русские слова В 1996 году ЮНЕСКО провозгласила Миклуха Маклая гражданином мира День его рождения, 17 июля, объявлен профессиональным праздником этнографов Научная значимость его трудов не устаревает и по сей день Как и гуманистические идеи Человек – везде человек Нет людей высшей или низшей расы Все люди равны от природы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok